Итак, джентльмены, слушайте внимательно. Согласно сведениям, которые нам так любезно предоставили ребята Адрискала, поезд поедет на север из Большой долины. Мы нападем на него после того, как он пересечет границу и достигнет Гризли. Там есть возвышенность, откуда открывается хороший вид. Чарльз, ты будешь следить, не появится ли подкрепление. Как там твоя рука, кстати? Я справлюсь. Хорошо, я разберусь с машинистом и инженером. Ленни, Хавьер, возьмите на себя передние вагоны и разберитесь с охраной. Артур, Мика, выдвигайтесь сразу в хвост поезда. Там-то, там-то, за чем мы охотимся. Ты и я, Морган, прекрасно. Ты что-то имеешь против? Нет, если ты будешь держать себя в руках. Ты лучше за себя беспокойся, хватит. После того, как Билл взорвет пути, действовать надо будет быстро. Всем ясно, что надо делать? Ага. Предельно ясно. Да, босс. Хорошо, тогда вперед, погнали. Продолжение следует... Наконец-то мы выбрались из сугробов. Приятно, правда? Но этим надо заниматься быстро, прежде чем кто-нибудь нас здесь найдет. Посмотрите на себя. Вот что я называю командой. Мика Белл, Чарльз Смит, Артур Морган, Хавьер Рескуэлла. Ну и наш, ну, юный Ленни. Он всегда первый в семье. Я просто рад, что мы снова на деле дачи. Ты готов? Да, конечно, готов. Просто сохраняй спокойствие и будь начеку. Это вас всех касается. Ошибок больше быть не должно. Ладно, а после этого мы вернемся в Блэк Уотер за деньгами. Сколько раз ты будешь задавать один и тот же вопрос Мика? Такую кучу денег нельзя оставлять без присмотра. Сейчас вернуться туда было бы безумие. Там наверняка полным-полно Пинкертва. Вернемся тогда, когда я посчитаю нужным. И хватит об этом. Деньги в надежном месте. Просто доверьтесь мне. И если я Дрискллс правы, этот поезд это большие деньги. А теперь заткнитесь и сосредоточьтесь на деле. Вперед! Вон водонапорная башня. Остановимся здесь. Билл там? Да. Может проведаешь его? Посмотришь, как у него дела? Хорошо. Поезд везет кучу бумаг ценных. Как успехи? Да. Все нормально. Ты уверен? Конечно. Можешь помочь? Ну давай. Иди туда, установи детонатор у тех камней. Ладно. Теперь размотай провод и посоедини его к детонатору. Вот так, хорошо. Этого должно хватить. Возвращайся к ребятам. Дальше я сам справлюсь. Ты в порядке, мальчик? Ну ладно, погнали. Поезд будет здесь с минуты на минуту. А вот и Артур. Ну наконец-то, я уже сгораю от нетерпения. Будьте наготове, действуйте строго по плану. Ошибок быть не должно. Ну что там? Он говорит порядок. Скоро узнаем. У вас все в порядке? Думаю, да. Поезд будет здесь с минуты на минуту. Закройте лица. Протупливаю. Где же эта повязка? Артур, это и к тебе относится. Вон предметы. Бандана. Парад, джентльмен. Удачи всем нам. Вы знаете, что делать. Ну что же. Черт, нет, что? Это шутка, что ли? Где ты откопал этого кретина? Ты же сказал, все в порядке. Ну так теперь, это моя вина. Давай же. Ты просто жалок. Прыгаем. Черт. Я соскальзываю. Держу. Перестань орать. Черт, 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 черт. Ну вот, ты живой. Пойдем, притормозим эту штуку. Где Хавьер? Он упал. Ребята его подберут. Ты и я, здоровяк. Давай, надо остановить этот поезд. Я тут решил пограбить все. Поезд на ходу. А я давай копаться. Мужика зачем-то поднял. Впереди еще один охранник. Мне с ним разобраться. Да, Артур. Кто идет? Ладно, я с ним разберусь. Эй. Надо выбираться до следующего вагона. Ну что, идем? Иду вперед. Надо передвигаться вперед. Ты не ранен? Нет. Что там делал Билл? У него было достаточно времени, чтобы установить заряд. Ну, провод присоединился, но я не буду об этом. Мы идем или как? Убери его от меня. Я все убираю на ходу. Лень не погиб. На помощь. На помощь. Черт, тут еще охранники. Выходит из того вагона. Надеюсь, нас ждет целая куча денег. Эти ублюдки наверняка что-то охраняют. Там нужен последний вагон. Да, продолжай. Осторожно, наверху охранники. Ты цел? Вроде да. Хорошо. Черт, тут целая армия охранников. Кто он такой? Застрелите его. Куда все остальные подевались? Не знаю. Проклятие. Я думал, нас... Мы всех перебили. Мы справимся. Я знаю. Эй, а вот и остальные. А вот и остальные. Берегись. Впереди еще охранники. Ты кто постреляешь? Теперь я вижу. Артур, иди сюда. Не успел прочитать что-то. Что-то про Адрискова было. Давай сюда. Что ты делаешь? Иди сюда. У нас нет времени на игры. Что ты делаешь? Всех прожерстил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Дорога 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 Считать чушь собачья Дорога Нашел что не Мобиль Бумага Устанского Дорога К regardless Сахара Он заказал в Европе Нет Больше не поиск бы Одного Дорога Письма Субтитры сделал DimaTorzok Дорога Что буesa какой-то арчибальд джеймсон ну как там дела есть что-нибудь пока ничего будем искать дальше чертовы адрискалы похоже здесь только договоры артур ты все посмотрел ищи дальше тут должно быть хоть что-то давайте пошевеливайтесь ребята вот это уже другое дело артур фигней страдает тупит жестко облигации вот почему кажется нашел отлично ну слава богу пошли нашел что-нибудь эти облигации они чего не стоят конечно облигации на предъявителей я думаю их можно довольно легко продать отлично может избавиться от всего этого от поезда до убери его отсюда а с ними что делать как сам думаешь дело твое убери их оставь здесь увези на поезде главное чтобы они не отправились за нами в погоне ладно увидимся в лагере когда вернешься мы соберем лагерь и поедем а остальные погнали ладно садитесь на пояс живо если кто-нибудь дернется пристрелю всех троих так что ведите себя смирно давайте вперед мы не пророним ни слова клянусь идите а Продолжение следует... Господи боже, положи эту книгу и иди помогай. Мэри Бет. Значит уезжаем из этой дыры? Попробуем, погода налаживается. Мы только что ограбили поезд Левита Корнвилла, деньги у нас. Так что худшее позади, джентльмены. Осталось решить, куда мы отправимся. И я знаю, нам лучше разбить лагерь у Нагоря под названием Подкова возле Валентайна. Там мы легко сможем залечь на дно. Если не будем никуда лезть. Ну что ж, поехали. Значит не будем лезть куда не надо. Артур, ты вон на той и возьми с собой Хозия. Я знаю, что вы любите потрещать о старых деньках и о том, что не так со старым добрым дач. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ленни, Майка, идите сюда. Да, босс. Поехали вперед, проверьте, чтобы не было сюрпризов. У нас их и так было достаточно. Я с этим мальчишкой, давайте уже. Ну же парень, поехали, купишь мне виски. КОНЕЦ КОНЕЦ Вывези нас из реки. Останавливайся, но езжай поспокойнее. Вот черт. Ладно, давай посмотрим. У вас там все в порядке? Разве похоже, что все в порядке? Что стряслось? Эй, это проклятое колесо сломалось. Ясно, давайте починим его. Помощь нужна? Думаю, мы справимся. Чарльз, мы с тобой поднимем телегу, а ты Артур. Поставь колесо на место. У тебя хватит сил, чтобы держать телегу? Заткнись. Я просто просил. Поменьше спрашивай. Подними колесо. Еще немного. Вот так. Ну вот. А ты, оказывается, еще не совсем бесполезный. Не совсем. Что думаешь? Если бы они затевали что-нибудь, то не показались бы нам. Бедолаги. Мы чертовски плохо с ними обошлись. Идем. Не стоит искушать судьбу, что случилось. Ну, усаживайся, и я тебе расскажу. Уже недалеко. Продолжай ехать по той же дороге. Мы едем вдоль реки, а потом повернем от нее налево. Так вот, да. Местных индейцев здорово облапошили. Это внутренние земли, куда мы направляемся. Хорошие, плодородные земли. И они их потеряли. Лишились всего до последнего куста. Последнего листика. А индейцев, кого убили, кого загнали в резервацию к черту на рога. А что, где-то бывает по другому? Ну, может и нет. Просто я слышал, что здесь солдаты действовали особенно мерзко. Мерзко? А как еще можно грабить и убивать? И мы тоже так делаем. Чтобы там не говорил дач. Боюсь, слишком упросил проблему, чтобы ее мог понять наш недалекий. Эй, я тут ни при чем. Чарльз, не забывай. Это прирожденный жулик. Если он с умным видом о чем-то говорит, это не значит, что он что-то в этом смысле. Так, что стало с тем племенем? Я даже не знаю, есть ли оно у меня с твоим племенем. Крайне мере, мой отец был чернокожим. Мне говорили, какое-то время он жил. Вон еще несколько свободных людей. Когда нас заставили покинуть наши земли, мне было слишком мало, чтобы что-то запомнить. Я всю жизнь провел в бенгах. Прошла пара лет, какие-то солдаты поймали мою маму и куда-то увели. И с тех пор мы ее не видели. Мы бродяжничали. Он был никудышным человеком. Пристрастился к выпивке. Лет 13. Я стал жить сам по себе. Когда мы встретили юного Артура, ему было столько же, ну, может, чуть больше. Такого хулигана свет еще не видывал. Но он быстро понял, что к чему. Очевидно, не так быстро, как Марстон. Погоди. Я не понимаю. Из-за чего вы поцапались? Ну, Артур. Долгая история. А мы в нужную сторону едем? Сложно сказать. Ну, мы все еще двигаемся на запад. И в поисках сокровищ и детственных лесов. Нет. Мы едем в правильном направлении, отчаянно пытаясь уйти от законников по склону гор? Думаю, да. Ты знаешь эти места? Немного. Был тут пару раз. Недалеко отсюда есть городишко под названием Валентайм. Там ковбои, бандиты, девчонки. Все, как мы любим. Адрискалы? Не исключено. Пинклитон? Надеюсь, что нет. А это место, куда мы едем. Как бешено там называется? Горья подкова. И там можно залечь на дно? Для наших целей сойдет и поглубоко, по-твоему, собирается залечь дач? Просто, знаешь, может, это я изменился, а не вот. Но мы все твердили ему, что с этим паром что-то не то. У нас с тобой была... Да. Обычно дач не теряет голову. Иногда все идет не так. Люди гибнут. Так было всегда и так будет. Я, ты, дач. Все мы давно занимаемся такими делами. И мы еще живы. Так что, наверное, мы поступаем правильно гораздо чаще, чем ошибаемся. А что ты там, кстати, делаешь? Готовлю смесь тысячелестника и женьшеня. Она полезна для здоровья. Все лучше, чем всякая дрянь из аптеки. Вот, забирай. Я, наверное, уже с закрытыми глазами могу это делать. Ладно, спасибо. Спасибо. брат давай сейчас просто сверли на тропу спасибо притормози чтобы я мог запрыгнуть ладно я по-моему так и не притормозил он сам пошел он там где-то пойдет сейчас он найдет а джентльмены вы на месте вот он наш милый дом ты не ошибся позе это отличное место надеюсь так и будет джентльмены вы смогли выжить до сей поры теперь подумать о процветании мы с артуром были шаги от процветания blackwater и все шло превосходно а потом микка вбил ваши головы идею об ограблении парома и вот что мы имеем все совершают ошибки в жизни каждый из нас я уберег нашу группу сохранил нам всем жизни сберег наши шеи наверное я просто слишком погорячился мне перед смертью к востоку от грязли без денег далеко от нашей мечты действенной земли я знаю брат мой но мы в безопасности мы тут заработаем немного денег и поедем дальше обогнем горы уедем на запад от дяди сэма через несколько месяцев купим землю здесь так и будет просто посмотри вокруг в этом мире есть чем себя утешить я собираюсь визит в город вы понимаете попробую заключить какую-нибудь выгодную сделку корречный гир штраус и мне по мне ограбление банков лучше более достойное занятие а теперь пожалуйста на минутку отложите инструменты соберитесь вокруг нужен знаю у нас были тяжелые времена сейчас мы в безопасности пусть и без гроша в кармане поэтому каждому из нас придется поработать за работу но не попадайте переделки помните мы бродячие рабочие нас уволили когда закрыли завод на севере так что за работу дядюшка пастор солнце вы больше не пассажиры теперь каждый из нас должен зарабатывать себе на пропитание эта дорога ведет город он называется валентайн город скотоводов в нем полно и грязи и недоумков если мне память не изменяет подходящее место для работы и нам нужна еда хорошая еда каждый день кто-то должен ее добывать и помните чтобы вы не нашли лагерь получает свою долю будьте благоразумны и девочки приготовили палатку вам пойдемте со мной разместим вас здесь уверены все будет замечательно мисс гримш все так и будет все кроме моих денег привезти с blackwater не забывайте ну деньги мы всегда можем раздобыть мисс джексон у корови лепешки больше взрывом если чем у вас делайте все как следует глава вторая на горе подкова мы спустились с гор и поехали на восток красивая местность под названием внутренней земли давненько я не бывал так далеко на востоке дача явно стало получше его глазах снова появился блеск я заметил что он мыслит гораздо яснее мне кажется что мы все немного повеселили смотря на blackwater и прочие неприятности артур пози славный будет денек надеюсь какой-то из парней уже валентайне бил чарльз и хавиер и солнце кое-что нарыл возле железнодорожной станции у озера и штраус вернулся и на лице у него это жуткая ухмылочка уверенно он нашел целую кучу неудачников которые теперь должны ему деньги спасибо а что будешь делать я собираюсь почитать книгу артур мальчик мой мой дорогой мальчик что происходит ничего совсем ничего впервые за много недель ничего мы свободны и мы можем снова строить планы на будущее очень надеюсь даче я сохранил веру артур всегда ее хранил и не потеряю и теперь а